Много моментов, я передаю слово Виталию Прилипе, он еще раз повторюсь, избран был в 10-м году в городе Счастье депутатом, в 16-м году добровольно припынив свои полноважения, написал заявление и тогда еще действующая Рада проголосовала и сняла с него полномочия. А сегодня в городе Счастье, вы все знаете, введена вельско-цивильная администрация и все депутаты, незразумимо каким чином, припынили свою деятельность, то есть там нет. Но все это время с 10-го года мэр города убежал и мэра там не было. Поэтому, Виталий, пожалуйста, пару слов. Добрый день, друзья. Очень приятно видеть, что есть единомышленники. Единомышленников очень много, как оказывается. Очень жаль, что мы не часто собираемся. Те вопросы, которые поднимает Николай, действительно очень острые. У каждого они наболевшие. У меня по городу Счастью. Есть по Луганску, есть по Крыму, есть по другим городам, по Киеву. Их очень много. Немножечко заострю ваше внимание на прифронтовом украинском Счастье. Название красивое, но, к сожалению, с 15-го года или с 14-го года Счастье покинуло наш город. В 14-м году действующий городской голова предал избирателей, предал жителей города Счастья и сбежал. Привел в город незаконные референдумы вооруженных пророссийски настроенных молодчиков с толпой, оголдевшей население города Счастья. Покинул город, оставив депутатский корпус и город с проблемами, которые они были. На тот момент по закону исполнять обязанности взялся секретарь, согласно законодательству Украины, богиня Александр Александрович. Было направлено клопотание в Верховную Раду о проведении досрочных, внеочередных выборов городского головы. Но по состоянию на 2019 год выборы городского головы не проведены. Хотя там, если я не ошибаюсь, 90-дневный срок дается для того, чтобы провести выборы, внеочередные выборы городского головы. Этого не было сделано. То есть это безответственность депутата Верховной Рады Украины, предыдущего Созова. Дальше. В 2015 году должны были закончиться полномочия Счастьянского городского совета. Так как 141 статья Конституции Украины гласит о том, что депутаты избраны на очередных выборах. Срок полномочий 5 лет. В 2010 году были выборы. Ну извиняюсь, но припинение повноважений после приема присяги наступного скликания. Все верно. Да, все верно. Николай, спасибо. В 2010 году были выборы. В 2015 году должны были пройти выборы в городе Счастье. Но они не прошли. Были боевые действия. Получили ответ о том, что небезопасно проводить выборы в городе Счастье. Здорово. Если небезопасно проводить в городе выборы, что нужно было сделать? Тогда нужно было действительно ввести военно-гражданскую администрацию, которую, к сожалению, ввели только в 2019 году. Три года я лично писал президенту Украины Порошенко, депутатам Верховной Рады, главам обл. администрации, военно-гражданских администраций. Все эти люди, которые должны были быть гарантами выполнения Конституции, игнорировали мои требования, требования общественности города Счастья. И не соизволили ничего сделать для того, чтобы прекратить беспредел. Поэтому с 2010 года выборов не было. В 2019 году президент Порошенко наконец-то прислушался к нашим обращениям и прекратил полномочия городского совета. При этом ввел военно-гражданскую администрацию. Не провел выборы. И депутаты не соизволили. Ни Власенко, которому тоже писали, все время говорил о том, что небезопасно проводить выборы. Не провели выборы. Небезопасно? Это смешно, ребята. Смешно, потому что выборы президента, два тура выборов президента прошли спокойно в городе Счастье. Спокойненько, без эксцессов. Впервые. Демократично, я вам могу заверить. А выборы местной советы небезопасно проводить. Ну, не двойные ли это стандарты. Дальше выборы, досрочные выборы депутата Верховной Рады. Они были проведены, да, со скандалами, да, с проблемами, но они были проведены. То есть здесь безопасно проводить выборы. А выборы в органы местного самоправления небезопасно. Ну, позвольте. Вот такие реалии жизни. Поэтому, к сожалению, выборы не проведены. К сожалению, ситуация заходит в тупик. На данный момент голова ВЦА, который был назначен, филем согласно распоряжения, обвинен в совершении взятки. Находится под следствием и временно исполняет обязанности главы военно-гражданской администрации человек невоенный. Что тоже противоречит всем требованиям. Я, когда говорил, что я готов возглавить военно-гражданскую администрацию города Счастья, мне сказали, ты не военнослужащий, не имеешь права. Человек сейчас главный специалист, бывший заместитель головы, он исполняет обязанности. Ребята, ну, то есть сплошные нарушения. Я хочу добавить, Виталий, спасибо за то, что вы сказали, но когда принимался закон про ВЦА, спасибо за это Геннадию Геннадьевичу Маскалю, я его тогда уговаривал и умолял, говорю, давайте напишем, что призупы на эти деятельности в МСССР, но этого не случилось. Так вот, о чем говорит Виталий, в районных ВЦА цивильная особа может быть керевником, а в местных не может. То есть, вот, в счастье, он милиционер. В золотом наш коллега Константин Ильченко военный, но головой ВИСКО-цивильной администрации района была цивильная особа. Поэтому это еще раз говорит о том, что нужно в срочном порядке приводить в соответствие с законом и урегулировать все вопросы. Я хочу дать... Да, конечно. Позвольте, завершу немножечко. Так что мы видим ряд несоответствий, ряд нарушений. Действительно, нам всем нужно обратиться к президенту Украины, к депутатам, которые приступят к своим полномочиям, о том, чтобы мы вместе разобрались в этой ситуации. То есть мы, инициативные жители Украины, разных регионов, разных городов, готовы этому содействовать. Поэтому большая просьба к депутатам новоизбранным обязательно вникнуть в эту проблему, обязательно решить ее. И для нашего города счастья я считаю, что необходимо провести выборы. Выборы в местные советы, потому что с 2010 года наши права конституционные нарушены. То есть мы должны провести выборы в местные советы в неочередные, в 2019 году, а уже дальше, в 2020 году, формировать объединенные территориальные громады, провести выборы в объединенные громады, если это соизволит жители города счастья. И таким образом, чтобы восторженствовала справедливость и наши конституционные права не нарушались. Спасибо большое.